Вадим Исаканов и все дни Слёрма я буду ведущим. Наши спикеры Павел Селиванов и Сергей Бондарев. И они не только наши спикеры, но и ведущие инженеры компании Southbridge. Я немного расскажу еще про оргчасть, касающуюся нашей работы. Чтобы успевать все делать, прослушать все лекции, нам нужно будет делать все достаточно быстро. И есть время начала занятий, конца, начало и конца практики. Нужно будет в это время укладываться. То есть сильно задерживаться нам не получится. Если будут какие-то проблемы, но особенно на практике, будет дополнительное время, будет время вечером, когда можно будет доработать материал. Если есть еще проблемы, то пишите, пожалуйста, в чат. У нас есть команда поддержки, которая работает и здесь, и онлайн. И мы вам обязательно поможем. Еще у нас есть специальная форма для вопросов. В чате мы ее запинем. Можно будет задать дополнительные вопросы спикерам. Будем рады вам ответить. И еще одна небольшая такая лирическая история. Первый Слёрман был как такая история преодоления. То есть это было также три учебных дня, но в организационном плане это было несколько более сырого. Я сейчас надеюсь, что все более гладко пройдет. Но при этом появилась еще такая вещь сейчас. Неожиданно достаточно большому количеству людей, компаний. Вот такое обучение оказалось важно. То есть на наше мероприятие сейчас зарегистрировались представители. Селектел, например, приезжает второй раз. И спасибо им как партнерам. Все тестовые кластеры развернуты на их ресурсах. Приезжают коллеги из Mail.ru, Мегафона, Сбербанк. То есть для нас действительно большая честь принять таких людей на обучение. И независимо от того, насколько громкое имя у компании, я надеюсь, что у нас получится среди всех наших участников сделать такую команду. И мы сможем добиться цели. Научиться. Спасибо. Передаю слово спикеру. Раз, раз, раз. Коллеги, привет. Как Вадим меня представил, меня зовут Павел Селиванов. Выглядит это вот как-то так, если вдруг кто-то захочет записать. Я сейчас, давайте я коротенечко еще раз вступительное слово еще небольшое скажу. Значит, у нас на три дня, ну вот если кто-то есть в комьюнити кубернетиса в русскоязычном, в телеграме, там чуваки постоянно говорят, что а как вы готовите специалистов по кубернетису за три дня. Вот. Поэтому, короче, мы за три дня готовим специалистов по кубернетису, ну так сказать. Поэтому работы у нас дофига. Нужно поднапрячься, делать внимательно. Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы ваше внимание привлекать. Но все-таки это личная работа. То есть вот на три дня я советую поднапрячься, чтобы уехать отсюда с максимальным количеством новоузнанного материала. Значит, дальше. Что мы должны сделать за сегодня? У нас сейчас будут две небольшие вводные лекции, по идее, по тем технологиям, то есть по докеру и пансиблу, которые у нас вообще-то в требованиях заявлены, что мы хотели бы, чтобы участники нашего слерма владели этими технологиями, знали. Но на всякий случай мы по ним вначале пройдемся, постараемся уложиться в две темы на час буквально, потом у нас случится небольшой перерывчик, и мы приступим, собственно, к самому кубернетису. Мы за сегодня разберем все основы кубернетиса, его, как им пользоваться и как его администрировать. Так вот, верхнеуровнево. И сегодняшний день мы должны закончить с тем, что у каждого будет свой собственный кластер кубернетиса, развернутый, собственно, ручно на своих собственных серверах. То есть, соответственно, с завтрашнего дня мы на этих кластерах, на собственных кластерах кубернетиса уже начнем делать всякие практические задания. Сегодня практики также будут, но они будут проходить на общем кластере, который попилен по ресурсам между всеми. В общем, я про это еще отдельно дальше расскажу. По поводу организации, как у нас это будет. Я думаю, чтобы всем было комфортно. Давайте делать раз, грубо говоря, в час, то есть раз в 50 минут мы будем стараться, чтобы у нас получались перерывы, для того, чтобы у всех могли отдыхать немножко мозги, для того, чтобы можно было что-то обсудить, то, что вы только что узнали и услышали. Ну и, соответственно, перерывы, я думаю, что 10-минутных перерывов на покурить, там выпить кофе, вот там можно чай. Я думаю, что нам будет достаточно. Единственная просьба, постарайтесь, пожалуйста, с этих перерывов не опаздывать. Ну, то есть если мы будем уходить на 10 минут перерыв, потом 15 минут еще после этого собираться, мы не закончим тот материал, который у нас предусмотрен. Вот. Наверное, это все, что предварительно я хотел бы сказать. Сейчас я еще посмотрю, как я это все сделаю. Закрываю. Я его почти не закрываю. Это шикарно. Значит, мы начнем с первой темы. Docker. Docker, ну, вот это вот все. Docker файл, Docker композ, устройство докера. Немножко про это нужно поговорить, как я уже сказал, да, несмотря на то, что у нас есть это вообще-то в требованиях. То есть мы хотели бы, чтобы все разбирались в том, что такое докер перед тем, как начинать пользоваться кубернетисом. И глубоко мы это проходить не будем. Но все же, на всякий случай, если кто-то изучал докер по бабушкиным сказкам, там у кого-то дядя видел докер, попробовал в продакшене, короче, у него не пошло. И вот вы тоже как-то его что-то не очень. Вот чтобы эти моменты устранить, чтобы мы все были на одной волне, сейчас я быстренько расскажу некоторые вещи. Так. О, шикарно. Заработало. Значит, вот примерно то, что, то, о чем я сейчас поговорю, вообще про то, синхронизируемся. Что мы понимаем под докером? Docker engine, Docker file, Docker compose. Две вещи. Мы их немножко пройдем, потому что они у нас, мы во время этого курса, помимо того, что мы будем непосредственно сам кубернетис проходить, мы будем еще рассказывать о том, как строится CICD в кубернетис процессе. И, соответственно, и Docker file, и Docker compose нам нужны будут в процессе CICD. Ну и в конце я расскажу немножко о том, о том докер для кубернетиса, вообще как это и что это. Как кубернетис переносится на мир докера. Соответственно, давайте начнем с того, что мы узнаем, кто из нас работал с докером вообще. Шикарно. А в продакшене? Ну обычно сразу меньше рук, потому что это же докер типа. И даже в 2018 это все еще так. Значит, первое и самое главное, что давайте уясним, пока мы находимся в этом отеле, и пока мы все здесь, и пока я здесь. Вот это. Docker, он не про контейнеры. И пока мы здесь, давайте мы будем так считать. Потому что если докер не про контейнеры, тогда про что это? Вот этот слайдик тут, ну приблизительно, да, вот то, что я понимаю под словом докер. Главная вещь, которую я хотел бы сказать в этом деле, это то, что докер, он, на мой взгляд, его больше, наиболее хороший способ понимать докер, как систему упаковки приложений. То есть такая же система, как DEP или RPM, только это докер. То есть, соответственно, если мы будем думать про докер именно как систему упаковки и доставки пакетов, у нас сразу вообще отпадает куча проблем. Мы не думаем, например, про, ну особо точнее, мы больше не задумываемся про безопасность. Потому что мы же реально не ждем от того, что нам ям поставят на один сервер кучу пакетов сразу, и все они как-то друг от друга резко будут изолированы. Нет. По идее докер, несмотря на то, что да, он это предоставляет, как бы он это вроде бы как умеет, но на самом деле там такое огромное количество багов. То лучше тогда не докер. То есть, если нам реально важна изолированность друг от друга, то лучше не докер. Соответственно, по поводу того, что вообще тогда, про что докер. Как я говорил, да, стандарт упаковки приложений, в том числе их доставки и запуска. Дальше докер – это воспроизводимость. Ну, то есть, понятно, да, завернули в докер файл, развернули всегда одно и то же. И дальше – это консистентность. То есть, неважно, где мы запускаем, неважно, каким образом мы это, в общем-то, запустили, мы получаем одно и то же с одним и тем же набором данных, упакованных внутрь контейнера. Дальше. Ну, хочу дальше. Отлично. Про особенности вообще использования докера. Я думаю, что если у нас так прям вот большинство из тех, кто докером в продакшене пользовались, я думаю, все знают, что для докера хорошо бы приложение адаптировать. То есть, очень часто бывает такое, что какой-нибудь старый древний монолит, запихнутый в докер, скорее всего, работать будет менее хорошо, чем он работал до этого. Если мы на это все сверху еще наворачиваем кубернетис, то особенности докера, вот эта вот необходимость в адаптации становится еще заметней. В примерах я дальше немножко про это расскажу. Ну, когда мы столкнемся непосредственно с кубернетисом, с его всякими особенностями, я про это расскажу и покажу. Например, Java. Ну, короче, в десятой версии в Java все хорошо. Она стала с докером работать наконец-таки. Вот если у вас есть приложение написано на шестой Java, шестую Java завернуть в докер и запустить в кубернетис. Скорее всего получится боль. Расскажу. Дальше, значит, для эффективного использования вообще докера, ну, точнее, я имею в виду не локально и не на пяти серверах, там, если у вас есть в масштабах компании, в масштабах такой средней компании со средним количеством микросервисов. Для того, чтобы эффективно использовать докер, нам нужна куча дополнительных сущностей. Под дополнительными сущностями я имею в виду всякие сервис-дискавери, балансировщики, какие-нибудь сборщики логов, мониторинги особенные, ну и так далее. Соответственно, вот этот второй пункт, вот в этом втором пункте находится кубернетис. Кубернетис нам позволяет как раз-таки одним решением получить вот эти огромное количество дополнительных сущностей, которые нам нужны для того, чтобы пользоваться докером. Дальше. На всякий случай, да, вот как это выглядит технически. Просто если я говорю, что докер это не про контейнеры, а все мы знаем, что докер же, блин, это про контейнеры. Соответственно, если докер не про контейнеры, то про контейнеры в нем вот эта вот штука, которая называется Docker Engine. Вот это вот единственная вещь, которая про контейнеры. На всякий случай, да, как это выглядит. То есть когда мы пользуемся докером, ну непосредственно запускаем что-то в консоли, консоли, докер-билд, докер-пул, докер-ран и так далее, мы на самом деле просто запускаем консольную утилиту. Консольная утилита у нас в этот момент идет к докер-демону и передает ему команду, которую мы набираем. При этом докер-демон нам, в общем-то, не принципиально, он локальный, мы к нему обращаемся по Unix-сокету, по TCP-сокету, он на другой машине на порту слушает. Нам это не суть важна. Это может быть так. Ну и неотъемлемый компонент сейта инфраструктуры это регистри докера, то, где он хранит имиджи. Соответственно, регистри, если мы говорим про кубернетис, то как мы будем это все переносить на кубернетис, кубернетис проблему регистри не решает. В нем ничего для этого нет. Дальше. Для того, чтобы развеять все слухи, сомнения, которые, не знаю, как у нас, я все-таки надеюсь, что мы действительно все тут собрались, люди подготовленные в плане докера, но в основном вообще много мифов, недомолвок по поводу того, что такое вообще в принципе контейнер, что он из себя представляет. Ну и, соответственно, из-за этих слухов и недомолвок потом про оверхеды, вот это вот все, потерю производительности и так далее. Значит, Linux-контейнер основан в своей сути на двух вот этих технологиях, которые есть в Linux. Первое – это kernel namespaces, Linux namespaces, и второе – это контрольные группы. Что это такое? Namespaces, значит, это пространство имен, не более чем. Если мы говорим о физическом представлении namespaces, вообще в принципе, то это объект ядра. Это не процесс. Ну, фактически это свойство процесса. То есть объект ядра, который заматлен на процесс в итоге, на его какой-то некий пит. Соответственно, вот список тех namespaces, которые нам будут нужны, о которых я сейчас расскажу. И, соответственно, рядом есть контрольные группы. Контрольные группы – это не более чем способ Linux контролировать ресурсы. То есть то, как приложение, какому процессу, сколько ресурсов мы хотим отдать и каких. Соответственно, давайте немножко поподробнее про namespaces. Почему я рассказываю? Потому что нам эта информация… Хотелось бы, чтобы мы все в ней немножко разбирались для того, чтобы когда мы начнем это все дело переносить на кубернетис, а главное, когда мы столкнемся с какими-то проблемами, мы понимали, откуда они растут вообще. Соответственно, пит namespace. Все… Я сейчас буду немножко читать, но постараюсь что-то пояснять. Значит, все процессы в пит namespace. Видят только процессы в том же пит namespace. Соответственно, что это значит? Это значит, что если мы запускаем в контейнере какой-то процесс некий, то мы… И ничего больше. То его внутри контейнера мы увидим как пит 1. И все. И больше нам ничего видно не будет. Соответственно, с хостовой системы, с хостового пит namespace мы этот процесс будем видеть под неким питом, в котором он смапплен в хостовой системе. Но внутри контейнера он будет именно питом 1. Дальше у нас. Значит, что из этого следует? Как мы знаем, что в линукс-системах вообще некая пит 1, ну, чаще всего это некая система инициализации, в современных системах это все чаще систем дем, без этого пит 1 линукс-система не живет. То есть, соответственно, когда у нас в контейнере пит 1 завершается, контейнер перестает существовать. Ну, и, соответственно, вообще, в принципе, пит namespace перестает существовать. Ну, естественно, там нужно сослаться, конечно, на то, что если его файл, если его дескриптор, никто не держит как бы этого namespace, но, в принципе, да, он перестает существовать. Соответственно, есть такая проблема у разработчиков чаще всего, которые начинают работать с докером, знакомятся с докером, то, что я беру, запускаю в докер контейнере какой-то скрипт, он что-то делает, и контейнер завершается. Ну, и, допустим, у нас это все запущено в кубернетис, да, и кубернетис его рестартуют. И там потом миллионы рестартов. Почему он завершается? Потому что предполагается, что вот этот пид 1 будет неким бесконечным лупом, то есть демоном. Соответственно, если у нас конечный скрипт, он выполнил свою работу, завершился, в этот момент контейнер перестал существовать. Соответственно, контейнер завершился. Ну, кубернетис умный, кубернетис знает, что ему сказали, чтобы контейнеров таких было всегда один. Он его будет переподнимать. Но будут рестарты. Дальше. Сетевой name space. Вот сетевой name space нам даже поважнее, чем бидный name space будет, потому что, значит, в рамках сетевого name space у нас все процессы получают свое собственное полностью отдельное сетевое окружение. Под сетевым окружением. Вот эти вот четыре пункта. И главное, вот в первом пункте сетевые интерфейсы, в том числе loopback интерфейс. Что нам это дает? Вообще, как это выглядит, вот это вот предпоследнее слово, вет, сейчас о нем расскажу, как это выглядит. Значит, когда у нас в системе есть некий корневой сетевой name space, в котором существует сама система, наш ход, значит, контейнеризации, в котором у него есть какие-то интерфейсы. Физически, виртуально, как бы нам сейчас не так важно. Когда мы создаем новый сетевой name space, мы можем внутри него создать сетевой интерфейс и соединить этот сетевой интерфейс внутри сетевого name space, отдельного от хостового, с корневым name space с помощью так называемой виртуальной пары. Фактически, это кабель с двумя концами. То есть один конец этого кабеля у нас втыкается в сетевой name space отдельный. Второй конец у нас втыкается, ну, чаще всего в bridge в хостовом сетевом name space. Соответственно, таким образом мы можем соединять эти два name space. Ну и потом мы будем, кстати, я буду показывать, как работает сеть в кубернетисе. Вот этот очень важный будет момент. Ну и, соответственно, потом в этот же bridge у нас еще воткнут некий физический интерфейс с нодом, ну и там все это дело маршрутизируется. Разберемся в дальнейшем. Значит, по поводу того, что вот это, на чем я сказал, обратить внимание про localhost и дальше еще больше обратить внимание нужно на общий localhost для нескольких контейнеров. То есть мы понимаем, что мы можем вообще-то в Linux взять и руками создать name space, в том числе и сетевой name space, и начать перетаскивать туда некоторые процессы. Соответственно, таких процессов мы можем в этот сетевой name space перетащить несколько. И тогда для этих процессов в этом сетевом name space, ну, например, мы получим для них общий localhost. Это вообще такая интересная возможность. То есть мы можем запустить несколько процессов внутри одного контейнера, которые будут слушать на разных портах и между собой смогут общаться по localhost, несмотря на то, что это два разных контейнера, но их объединит один сетевой name space. Вот такая фишка. Кубернетис этим активно пользуется. Дальше едем. Mount name space. Значит, ну, вообще эта штука основополагающая для технологии контейнеризации. То, что у нас есть mount name space. Значит, процесс может иметь свою рутовую файловую систему. То есть, когда мы запускаем контейнер, я думаю, мы видели это дело, мы там внутри видим не хостовую файловую систему, ну, если мы ее, конечно, целиком не замаунтили, мы видим там отдельную файловую систему, которая у нас была поднята из имиджа. Это вот как раз таки mount name space. Ну, и дальше из интересного то, что процесс, помимо того, что может использовать свой отдельный вообще mount name space, в котором у него отдельная рутовая файловая система, он еще может делать так называемые приватные маунты свои. То есть, ну, например, TMP или, например, SIS директория и PROD директория. Причем вот эти вот штуки, они вообще интересные, потому что частично они маунтятся с хостового name space, частично они виртуальные и свои собственные в контейнере. То есть, таким образом мы можем представить, что у нас есть некий SIS-KTL, есть его некоторые правила, по которым мы можем его тюнить, опции. И, соответственно, часть опций у нас могут быть name space-зависимые. То есть, часть опций SIS-KTL у нас могут настраиваться для каждого контейнера внутри. Список из того, что я точно помню, это сетевые, в основном, большинство правил, ну, потому что у нас сетевой name space, да, отдельный, что логично. Некоторые файловые вещи и что-то еще, точный список. Сейчас не помню того, что мы можем настроить внутри контейнера. Соответственно, некоторые вещи реально мы можем настроить под контейнер SIS-KTL, под процесс в контейнере специально отдельно. Но не все. И вот в этом вот не все заключается, на мой взгляд, в 2018 году та главная особенность докера, да, и то, почему докер может не всегда подойти не для всех вещей. То есть, бывают у нас высокопроизводительные какие-нибудь файловые сервера, бывают у нас какие-нибудь высокопроизводительные балансировщики и прочее. Соответственно, для них мы чаще всего, у нас дефолтные параметры ядра Linux не устраивают, и мы их тюним. Вот, если у нас это шусью в контейнере, мы уже, скорее всего, очень тонко ничего не натюним. Вот если вам нужно что-то высокопроизводительное, для чего вы обычно тюнили ядро Linux, то в контейнер это лучше не пихать. Просто вот по этой причине. И дальше, по-моему, это последний, если я не ошибаюсь, да. Юзерный спейс. Юзерный спейс – это такая просто особенность ядра и особенность работы вообще, в принципе, докер-контейнера, которую просто нужно знать, ну, и иметь ее в виду. Значит, она позволяет нам маппить группа ID и юзер ID из этого юзерный спейса в некий группа ID и юзер ID в наш хостовой юзерный спейс, то есть корневой. Соответственно, что мы можем вообще-то, что мы получаем реально? Когда мы запускаем контейнер, внутри у него работает процесс юидом 0, то есть root. Этот юид 0 внутри контейнера на самом деле маппится в юид 0 на хосте. То есть root в контейнере – это root на хосте. Но по идее они изолированы и все хорошо. К сожалению, в докере достаточно багов, которые, в принципе, позволяют из контейнера вывалиться на хост. Частично или полностью. Соответственно, можно себе представить. Все, что запущено под root в контейнере, вывалится на хост в root сразу же. Что с этим можно сделать? Вообще Kubernetes нам предоставляет возможность запретить в нашем кластере запускать контейнеры, в которых процессы работают от root. И запретить, тем более того, себе повышать привилегии этим процессам. Это хороший подход. Это, более того, даже, наверное, самый правильный подход. Только проблема в том, что не всегда возможно это осуществить. То же самое заставить, например, дефолтный образ Nginx в докере. Он собран под root, естественно. Nginx как бы работает под root, его главный процесс. И заставляет всех переделывать образ Nginx. Но это довольно такое жесткое решение. И восприниматься оно будет не очень хорошо, но правильное. Что мы можем сделать еще? Это так чисто самостоятельно почитать. На досуге как-нибудь. У нас есть возможность сказать, что все гиды и юиды из любых нейеспейсов, юзер нейеспейсов, контейнеров мы хотим мапить, например, в хостовые, начиная там 1000-5000 юиды. Соответственно, внутри контейнера юид 0 у нас таким образом на хосте маппится в 1000 юид, например. Ну и, соответственно, если он выпадает, он попадает в некого тысячного юзера и ничего не может делать. Такой способ есть. Он, более того, довольно легко осуществим. Единственное, что Kubernetes его самостоятельно не осуществляет. То есть это должна быть отдельная настройка каждого хоста в Kubernetes кластере. Это, я же говорю, это так на почитать, потому что про Docker у нас времени особо глубоко беседовать нет. Дальше поехали. Дальше мы переходим плавненько к C-группам. Значит, C-группы, как я уже говорил, они управляют у нас ресурсами для процесса. То есть таким образом, когда у нас запускается некий процесс, ну по умолчанию он попадает в корневую C-группу и вообще-то, ну так сказать, он шарит свои ресурсы со всеми остальными процессами в системе. Но благодаря вот этому вообще древовидной структуре C-групп мы можем создать некие новые C-группы, которые у нас там есть там CPU, память, ввод-вывод, ну и так далее. И для конкретного процесса, например, сказать ему, что в системе он может использовать, ну например, не более 1 гигабайта оперативной памяти. Ну и соответственно, когда он будет пытаться использовать больше 1 гигабайта оперативной памяти, к нему будет приходить омкиллер. Дальше, значит, есть такая штука. Вот это вот то место, про которое, ну те, кто не глубоко в этом копал, говорят, что докер в принципе overhead. Те, кто глубоко копал, знают, что докер overhead вот в этом месте. То есть именно на самом деле C-группа, по большей части, это самый большой overhead докера. Но вот здесь вот есть вот это или нет. Сейчас расскажу. Ну, значит, давайте возьмем именно C-группу по памяти. Значит, для того, чтобы у нас ядро научилось считать, ну вообще понимать, сколько какому процессу оно уже отдало памяти, у него должен быть включен так называемый memory accounting. То есть это конкретная возможность ядра считать отданные ресурсы. Соответственно, каждый раз, когда ядро отдает процессу новую страницу памяти, оно должно у себя инкрементить какие-то счетчики, считать, что, ну, как я сказал, да, сколько кому отдано. Соответственно, вот в этом месте у нас по идее на инкрементацию вот этих счетчиков и создается этот overhead. Как бы да, проблема в том, что, как я уже сказал, у нас C-группы это сейчас дефолтное вообще-то как бы поведение Linux, дефолтный ее механизм этой системы. Соответственно, в C-группы, так как это все-таки дерево, как я уже говорил, в них у нас работает, ну, собственно, их оставая система так-то на самом деле. И, соответственно, их оставая система живет внутри своей C-группы. И, соответственно, если мы вообще-то на нашей системе в принципе включаем memory accounting, а мы чаще всего это делаем, но особенно если мы не очень знакомы с группами, да, у нас там мониторинги всякие, например, по именно systemd сервисам они с аккаутингом работают. Ну, соответственно, мы в любом случае для хостовой системы для начала уже добавили этот overhead. И, соответственно, говорить о том, что у нас вот именно докер-контейнер создал этот overhead, как бы нельзя. То есть, в принципе, этот overhead такой под вопросом. И последний вообще такой пункт, на который я хотел бы обратить внимание, это как раз таки про Java. Это вот яркий пример, который я знаю. По поводу того, что, например, определение ЦПО ограничений должно поддерживаться средствами приложений. Соответственно, как это работает? Java, старая 6, например, по-моему, это исправили в восьмой, если я не ошибаюсь, седьмая все еще так делала. И в седьмой это поправлено, точнее, есть возможность включить другое поведение только в 1.31, если я не ошибаюсь. Что делает Java? Она, когда запускает приложение, она выставляет количество потоков, количество потоков именно приложения, количество потоков garbage collector, ну и так далее, основываясь на количестве процессов, которые ей доступны в системе. Проблема в том, что если мы запускаем контейнер, ну а фактически создаем все группы и говорим, что мы вот на 8-гиговой машине хотим выделить Java приложению только… 8-процессорной машине, Java приложению хотим выделить только один процессор, то… ну и как бы все нормально, Java запускается, реально Java доступен один процессор, то есть дальше ее начнет жестко тротлить, когда она будет пытаться использовать больше. но Java идет в проц, смотрит там количество доступных, внутри контейнера это все происходит, смотрит там количество доступных процессоров, а там написано 8, сколько у нас на хосте. И соответственно Java свои все потоки подстраивает под 8 процессоров. Соответственно, что мы получаем, что, ну например, старт Java приложения в контейнере у нас занимает 5 минут, к примеру, и вот именно поэтому, потому что выделен реально один процессор, а Java считает, что у нее есть 8, и соответственно подстраиваться под это. Какая красота. Соответственно, вот, ну на самом деле исправление, пока мы пользовали старую седьмую Java, все это в итоге кончилось тем, что мы в какой-то момент пересобирали Java машину, чтобы научить ее брать правильную информацию о состоянии процессоров, количестве процессоров. Я же говорю, если не ошибаюсь, 7.131 есть возможность эту фичу включить с помощью флага. В 10.java она вообще точно хорошо адаптирована под работу именно в контейнере, там это решено. Вот такой момент. Так, давай. Дальше. Значит, ну я говорил вначале, да, что вот на двух основополагающих технологиях у нас работает контейнер. Дело в том, что есть у нас третья основополагающая технология вообще для контейнера, которая называется kow, copy-on-write, то есть суть этой технологии заключается в том, ну конкретно я буду говорить на примере докера, чтобы было ясней. У нас есть некий имидж. У него, как мы знаем, есть некие слои, которые создались из нашего докер-файла. Ну и соответственно, когда мы из этого имиджа запускаем контейнер, неважно, один контейнер, два контейнера, много контейнеров в рамках одной хостовой системы, мы этот имидж не копируем. То есть соответственно у нас благодаря технологии copy-on-write, она нам позволяет добиться того, что использовав один раз место на файловой системе, мы его можем виртуально, так сказать, использовать в разных контейнерах. А скопировано реально будет, ну из названия технологии, да, запись при копировании, при записи. Скопировано и займет новое место на файловой системе будет только то, что индивидуально изменено в конкретном контейнере. То есть поверх всех слоев имиджа у нас наслаивается некий верхний read-write слой. Ну и соответственно, если приложение туда что-то запишет, в этот read-write слой, вот тогда он будет скопирован. Не раньше. Это вот третья технология, на которой это все основывается. Соответственно, вот три технологии. Еще раз. Namespace, Linux namespace, дальше контрольная группа и дальше copy-on-write. Вот эти три технологии, это то, на чем основывается контейнер, в частности докер-контейнер, на самом деле в частности LXC-контейнер, ну и так далее. Все. Магии больше нет. Докер более сложная штука, естественно, чем эти три технологии, но не в своей основе. То есть в основе это всегда вот эти три технологии. Я надеюсь, что для тех, кто не знал, мы немножко разобрались в том, как работает контейнер и постараемся понимать о том, что магии тут нет и перестанем кричать о том, что докеры это зло, overhead и так далее. Если мы понимаем, да, докеры это зло, overhead и так далее, но хотя бы мы увидим где. Вот. Дальше у нас тут должен быть докер-файл. Сейчас, простите, минутку. Да. Дальше мы должны переходить к докер-файлу. То, что я сейчас буду рассказывать, это просто гадость абсолютная. И я ее уже устал, если честно, рассказывать. Может быть, два года назад, даже три года назад, наверное, этой информации все еще как-то было не очень много в интернете. Какие-то крутые ребята по этому поводу писали. Но это нужно было искать. Сейчас этим завален весь интернет, но почему-то не помогает. Я даже, несмотря на то, что, наверное, мы тут все собрались, пользовались докером, все это знаем, но хотя бы я расскажу в словах, над которыми я немножко подумал, вы их немножко, может быть, запомните, и когда вам люди будут вот с этой гадостью к вам приходить, вы сможете отвечать немножко более подготовленно по этому поводу. Это best practices по написанию докер-файлов. Надо на них немножко обратить внимание, потому что. Значит, вот здесь вот все это дело перечислено. Давайте. Не, наверное, мы все-таки не сможем это все просто прочитать и не рассказывать типа про это. Давайте я все-таки опишу. На всякий случай пример будет. Отключение кэшей. Что это такое? У нас всякие пакетные менеджеры, причем я говорю не только про системные там всякие ямы и прочее, в том числе и пакетные менеджеры, которые модуль для языков ставят, тот же самый pip или gem, ну и так далее. У них есть технология кэшей. Они кэшируют то, что они ставят. Соответственно, они кэшируют это куда-то на файловой системе. Если мы в докер-файле говорим run, например, ямон стал то-то-то там, даже, допустим, мы уже настолько умные, что знаем, что если оно нам не нужно, в конце нам это нужно удалить, но где-то у нас остался кэш от того, что у нас поставил ям. Соответственно, давайте вспомним о том, что я говорил, что докер – это такая система поставки и упаковки приложений. Ну и это, конечно, не только кэшей касается, это касается в принципе любого мусора, который у нас внутри контейнера попадает. Например, директория .git, ну и так далее. Давайте представим, что у нас есть Nginx. Nginx у нас собран в RPM пакет. Мы его ставим, этот RPM пакет, он у нас распаковывается где-то в системе, и вместе с ним прилетают все кэши, которые разработчики Nginx там во время. Значит, какой-то билд-мусор, какие-то их .git-директории, и это все попадает на каждый наш продакшн-сервер. Но я думаю, если бы это реально так работало, мы бы послали для начала ям, а потом как бы ребят, которые Nginx собирают. То есть, соответственно, то же самое и с докером. Большинство этих пакетных менеджеров, они позволяют нам отключить эту технологию кэшей, потому что сборка контейнера нам… Ну, в любом случае, там зачем нам это кэшить? То есть, мы какого-то ускорения не получим, потому что мы докер-контейнер пересобираем каждый раз заново, слой, если там что-то изменилось. То есть, кэширования никакого нет, мусор есть при этом, и размер имиджа увеличивается при этом есть. Первое. Дальше. Мульти-стейдж сборка. Сложно довольно без… Ну, это нужно наглядно лучше посмотреть, а наглядно смотреть у нас не очень много времени, останавливается именно на докере. Но про мульти-стейдж сборку. Если кто-то все еще не видел, очень советую посмотреть, как это, если так вот грубо на примере, как это выглядит. Мы можем в докер-файле сказать from, ну, например, там npm sbuilder. У нас теперь есть новая директива такая s, что-то там. Мы можем объявить некое имя, наше собственное, этому имиджу, который мы собираем. Мы говорим, ставь там наши npm модули, собирай статику и так далее. Значит, в итоге на финише мы получаем 5 файлов статики. Общим весом, я не знаю, в 100 килобайт. Эти 5 файлов. Значит, как мы делаем дальше классически? Мы получили эти 5 файлов. Дальше мы ставим туда nginx, в этот же образ. И, ну, настраиваем конфиг, и, в общем, nginx натравливаем на эту статику. В итоге у нас есть имидж, в котором реально из работы есть nginx и 5 статических файлов, которые nginx отдает. А имидж у нас с npm этот весит больше гигабайта. То есть вот это меня всегда пугало, как так 5 файлов весит гигабайт и nginx. Знать дальше, мульти-стейдж сборка. Что? Как я сказал, да, from npm sbuilder. Мы сделали все, что нужно. Дальше мы говорим директиву from nginx теперь. А еще лучше мы говорим from nginx alpine. И тогда это 8 мегабайт, если я не ошибаюсь. 9, возможно. Весь nginx на alpine. И дальше мы говорим копия. И там есть такая штука теперь. Минус-минус from. И мы говорим, что скопируй нам из имиджа, который ты делал в билдер, то есть с npm, скопируй нам 5 статических файлов, которые ты сбилдил в итоге в имидж с nginx. И все. И типа на этом мы сбилдили. В итоге мы получаем имидж с nginx, плюс 5 статических файлов внутри. Весь это все, учитывая всякие там особенности наслоения докер-имиджей, весь это все в итоге 10 мегабайт. Ну и выполняет свою работу точно так же, как то, что весило больше гигабайта. Плюс очевиден, но конкретные примеры нужно читать в интернете. Тут не будет. Дальше. Это то, что рождается от непонимания. Немножко по поводу установки удаления в одном шаге. Некоторые уже слышали о том, что мусор из контейнера нужно вычищать, но все еще не поняли, как это работает. То есть, соответственно, что делается? Директива одна. Run, там, ямонстал какие-то пакеты. Те пакеты, допустим, которые нам нужны для того, чтобы модуль некоторые собрать, для питона, к примеру. Дальше run pip install minusr requirements.txt и дальше run yum erase. То есть, типа удалили. Проблема в том, вроде бы мусора в имидже нет. Проблема в том, что на самом деле он есть, просто на одном из слоев внизу. То есть, ну, для начала, у нас каждая директива в Docker файле, которая большими буквами на Docker директива, у нас создает при билде новый слой имиджа нашего. Соответственно, когда мы вот таким образом, как я описал, все это сбилдили, у нас получилось, что слой первый, на котором мы что-то поставили, слой второй мы поставили на это модули из pipa, и слой третий мы удалили то, что у нас было вот в этом слое. Но на самом деле из первого слоя это ничего не стерлось. Оно там осталось внизу, и оно там живет. Мы его просто теперь не видим, потому что у нас это перекрылось новым слоем, в котором этого типа нет. Но на объем имиджа и на то, что там лежит, реально это не повлияло. Соответственно, в таком случае нам нужно вообще то любимое в докере всеми, наверное. Докер файл – это такая штука декларативная в своей задумке. Но, к сожалению, мы всегда там пишем башскрипты километровые. То есть докер файл обычно это from чего-нибудь, башскрипт, 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 интерпоинт. Как бы вот декларативность. Соответственно, в ране мы пишем типа yam install, дальше endend, pip install и дальше yam erase. Вот тогда это будет один слой, тогда это все вместе выполнится и, соответственно, в одном слое мы сначала поставили, сделали то, что нам нужно, удалили, перешли к следующему слою. Вот тогда мы получили чистый слой и в имидже у нас этого нет. Дальше. По порядку выполнения шагов. Ну, вообще технология. То, что докер у нас кэширует, то есть если у нас докер собирает имидж, пересобирает, все те слои, на которых ничего не изменилось, они пересобираться не будут. То есть докер сравнит хэши, ну и, соответственно, возьмет этот слой из кэша своего, так сказать. Переиспользует его. Соответственно, если у нас порядок выполнения шагов описан таким образом, ну, чаще всего, наверное, в имидже у нас будет меняться код приложения. То есть если у нас порядок выполнения шагов описан таким образом, что мы сначала копируем код приложения, а потом начинаем чего-то там ставить, системные всякие пакеты и настраивать, то у нас получится, что вот это все будет выполняться каждый раз, когда у нас меняется код приложения. Соответственно, по логике хорошо продуманный Docker Image выглядит таким образом, что у него в самом конце находится то, что чаще всего меняется. То есть вначале мы поставили системный пакет. Скорее всего мы их переставлять вообще никогда не будем, потому что мы какой-то набор определили, поставили. Дальше мы ставим какие-то пакеты, которые нам нужны непосредственно для функционирования дополнительных модулей нашего приложения. Дальше мы ставим эти модули приложения и дальше мы ставим, заливаем туда непосредственно код нашего приложения. Вот тогда это будет в правильном порядке. То есть зависимости у нас меняются явно реже, чем сам код. То есть поэтому, соответственно, мы не хотели бы каждый раз, когда мы заливаем новый код и у нас есть какая-то там точка с запятой добавились, где-то пропустили, переставлять зависимости нам это не нужно. Дальше. Docker Ignore. Почему он нам нужен? Как я говорил, у нас есть консольная утилита Docker, есть штука, которая называется Docker Demon. Неважно, локально он стоит у нас по сети. По сети это просто заметно становится. Для чего нужен Docker Ignore? Суть такая же, как и у Git Ignore. Он позволяет добавить некоторые файлы, regex по директории в Ignore. И когда мы запускаем Docker Build, у нас вначале видели, наверное, Docker пишет о том, что sending build context. Фактически он пересылает все, что есть в этой директории в нашей, в build context, и не объявлено в Docker Ignore, как то, что это должно игнорироваться, он это пересылает Docker Demon. Соответственно, тогда дальше мы, допустим, пишем, чтобы скопировать все внутрь контейнера, копия точка, точка, то есть все текущее скопировать в working directory у контейнера. И вот таким образом в контейнер у нас попадает точка Git, например, у проекта, который весит там 2 мегабайта, точка Git еще на 2 гигабайта прилетает внутрь контейнера у старых проектов, ну и так далее. Вот всякий такой мусор. Вот это должно быть в Docker Ignore. Третье. Это то, что сейчас вроде отпустило, раньше очень страшно болело. Третье, не знаю, почему третье, предпоследнее. Логи в stdout в stdr. Ну, понятно, да, у нас в контейнер есть некий. Мы, конечно, можем туда замаунтить директорию для логов хоста, но в кубернетике это прям такое решение будет. Что получается? У нас приложение пишет логи, ну, по старой привычке, да, в файлике под себя. Соответственно, внутри контейнера, скорее всего, естественно, никакого лог-ротейта, ничего такого нет. Соответственно, у нас в итоге все приходит к тому, что файловая система внутри Docker контейнера, она разжирается, 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 ее никто не чистит. Она потом занимает все доступное на хосте место. Ну и мониторинг орет, говорит, почистите. Кто-то приходит, удаляет контейнер, о, заработала, почистила, ну и так далее. Что вообще как-то должно было быть задумано. Логи идут в stdout, в stdr в контейнере, то есть в консольку фактически. Соответственно, потом, ну вообще сам Docker, да, по умолчанию эти логи потом собирает JSON файлики. И из этих JSON файликов, по идее, в кубернетике, и мы даже будем на это смотреть, у нас должна быть какой-то агент-сборщик логов, который все эти JSON файлики дальше будет распаршивать и отправлять куда-то на хранение. В Elasticsearch, например, все это дело. Ну и соответственно, даже log-rotate нам тогда не нужен, потому что Docker, он сам по себе ротирует логи контейнеров при определенных настройках. Должно быть так. И последнее. Это, наверное, тайна, которая всегда покрыта мраком. Вот эти вот две вещи. Что делает copy или add и entry point CMD. Для чего нужно и что мне нужно. Давайте по порядку. Что нужно использовать copy или add. Вот если у вас такой вопрос есть, то вам нужно использовать copy. Все очень просто. это. Соответственно, в чем разница вообще-то? Copy это просто скопировать нечто локальное внутри контейнера. Add делает то же самое, но помимо этого, add еще умеет копировать удаленные ресурсы. То есть он может с урла скачать и скопировать внутри контейнера. И еще дефолтное поведение add, если ему подсунуть архив, то перед тем, как его скопировать в контейнер, он его распакует и потом скопирует в контейнер. То есть если мы, не зная, что делает add, будем его использовать, скорее всего, в один прекрасный день мы наткнемся на то, что мы возьмем и распакуем внутри контейнера что-то, что мы не хотели бы туда распаковывать, потому что мы не знаем, что у add есть такой функционал для начала. И, соответственно, это будет не то поведение. Поэтому просто для того, чтобы не запоминать вот это все много информации, если вы не знаете copy или add, то copy. Entry point и CMD. В чем разница? Задумывалось это по идее так. Entry point это некая команда, точнее, которую нужно выполнить при запуске контейнера. CMD фактически это ее параметры, которые мы можем переопределять. Но на практике как это выглядит, если мы берем Docker image, в котором у нас объявлен entry point и запускаем его, но мы хотели бы, например, зайти туда внутрь. Нам не нужно запускать приложение, мы хотим зайти туда внутрь и запустить bash. То есть мы пишем Docker run my image bash, ну там TI и так далее. Всякие вот эти вещи. И при этом в имидже у нас entry point. То вот это слово bash в конце по умолчанию будет использоваться как аргумент для entry point. Соответственно, у нас какой-нибудь Python, как он называется, managepy скажет, что нет такого аргумента bash у него. Ну и не запустится. Если мы объявим это в CMD, то CMD мы можем вот таким образом снаружи переписывать. Это вот просто об особенностях. Что нужно каждый конкретный момент использовать, я не знаю. По-хорошему нужно использовать так, как это задумывали. Но чтобы совсем по-хорошему, entry point должен уметь определять, что если ему передали скрипт entry point, если ему передали какие-то что-то, что не похоже на его параметр, ну то есть слово bash, то он в конце должен попытаться сделать экзак его при запуске. То есть заместо того, чтобы делать то, что он делал, он должен перейти и сделать экзак баш в конце. Вот тогда это хорошо. Ну а в CMD параметры как должно быть. Все. По этому поводу закончили. Вот здесь, блин, его видно, нет? Как-то плохо. У нас как будто бы резкость немножко поехала. Ребята, давайте в перерывчик попробуем резкость покрутить. Я тогда так немножко опишу, значит. Это вот докер файл. Кстати, то, что я забыл сказать в начале. В телеграм-канал все, я надеюсь, зашли, да, слермовский. Там должна быть нужная информация. И у нас есть гид нашего проекта, слерм, gitlab.slerm.io, на котором у нас лежат гид-репозитории. И там есть гид-репозитории, которые мы будем использовать для практик. Там все практики лежат. И там лежат все презентации в PDF формате. То есть можно его себе склонить и оттуда смотреть презентации, если неудобно. Ну вот, чтобы вот такую фигню не вглядываться в нее, локально у себя открыть и смотреть. Значит, мне коллега, я коллега прислал вот докер файл, попросил, говорит, а может что-то поправить. Буду честным, я его немножко ухудшил для того, чтобы показывать на слерме. Но выглядело это как-то вот так. Если проанализировать, да, я тоже, потому что я не вижу, можно я отсюда буду. Если проанализировать, что тут происходит. Значит, то, о чем я говорил, как раз таки у нас сначала добавляется все, потом выполняются какие-то действия. Действия выполняются в одном башскрипте вроде бы хорошо, но реально тут ничего не удаляется. Все ставится скопом, как есть. Ну и один башскрипт, я предполагаю, просто потому, что было лень несколько писать. На самом деле их лучше разделить будет. Сейчас покажу. Ну и конец, да. В принципе, ничего примечательного. Я бы предложил тут еще немножко меньше, еще хуже будет видно. Я бы предложил делать вот так. Ну это такая просто демонстрация вот того, о чем я говорил, best practices. Для начала вот эти вот env build packages, build packages cmp, просто удобно их объявлять в начале. Ну для того, чтобы когда нам нужно добавить новые пакеты, это можно было сделать здесь в начале, удобно, а не лазить по нашим башскриптам. Почему здесь стоит env? Я так и забыл в итоге. На первом слерме меня тоже поправляли по этому поводу. Здесь должен, конечно же, да, стоять arc на самом деле для тех, кто видит разницу. Вдруг, если что, в начале. Env тут стоит просто так. Разница arc и env в том, что то, что у нас объявлено как env при запуске контейнера будет сохраняться. То есть мы сбилдили имидж, и если мы из этого имиджа запустим контейнер и сделаем там set, то мы увидим объявленную там переменную build packages, build tmp packages. Arc это переменное окружение, которое существует только на моменте билда. То есть если бы тут было arc, то когда мы запускаем из этого имиджа контейнер, мы этих переменных, объявленных внутри, больше не видим. Должно быть, естественно, тут arc. А вот env home app должно быть env, потому что это то, что объявляется и то, что важно для Ruby. Вот это переменная. Дальше, значит, делим скрипт вот этот гигантский на два. То есть сначала мы ставим в первом скрипте, мы ставим те пакеты, которые у нас нужны системе постоянно. Nginx, Node.js, да и так далее. То есть они нам нужны до самого конца. Дальше мы конфиг Nginx складываем внутрь контейнера, потому что он у нас, скорее всего, тоже редко меняется. Дальше мы копируем гемфайл, requirements.txt, кому как удобнее на каком языке думать, не суть важно. И ставим пакеты, которые нужны для того, чтобы у нас поставились модули оттуда. Ставим модули, в конце удаляем пакеты, которые мы только что поставили, которые нам больше не нужны, всякие GCC и прочее. И очищаем кэши, да, о чем я говорил. Ну и соответственно дальше у нас тут билдится статика на моменте билда также. И, ну точнее, складывается весь код билдится статика. И вот таким образом мы получаем правильный порядок и правильное количество слоев. Просто даже когда мы переставляем слои правильным образом, мы уже можем выиграть там сотни мегабайтов на самом деле, когда мы этим занимаемся. Это просто как пример не более чем. Подходим почти к завершению. Первая тема. Значит, докер-компост. Что такое докер-компост? Это утилита, которая умеет яму файлики превращать в докер-контейнеры. Примерно так же, как это делает кубернетис, только очень просто и незамысловато. Почему он нам важен? Потому что мы докер-компост используем в CI на момент тестирования. А CI мы будем показывать вам так, как мы его сами делаем и как он нам нравится. Поэтому извините, придется разобраться в наших докер-компостах. Несколько важных моментов, которые тут есть. Значит, сначала смотрим на строчку, которая у нас написана под словами докер-компост. Сначала. Это та команда, которая все это дело запускает. Как она это делает? Во-первых, у нас есть ключ минус P, который нам позволяет для докер-композа, когда мы его создаем, создать некое динамическое окружение. То есть по умолчанию докер-компост, ну все свои контейнеры и так далее, будут называть по имени директории, в которой лежит докер-файл-компост. То есть, соответственно, контекст его, так сказать. С помощью флага минус P мы этот контекст переопределяем. Мы его переопределяем на уникальный pipeline ID. Таким образом мы можем запустить из одного докера-компост файла много разных независимых окружений. Для этого того, чтобы производить параллельные тестирования, всякие параллельные CI и запускать. Дальше. Мы делаем апп. Ну, логично, да? И мы говорим, что мы хотим абортон контейнер exit. Это именно то, чем кажется. И exit код мы берем из некого контейнера, ну точнее сервиса в понятиях докер-композа, который у нас называется апп. Что это значит? Это значит, что мы, запуская все наше окружение, в данном случае у нас да, апп, база данных и редис для того, чтобы это все тестировалось. Мы говорим, что следить за всем этим не нужно. Следить нужно только за контейнером апп, а если посмотреть на команд дальше, просили мышкой показывать, вот сюда, то мы здесь видим, что здесь на самом деле все, что запускается, это рейк паралл спек. Ну, фактически это запускаются просто тесты, да, просто в гейме паралл, они это делают, чтобы делаться одновременно. И соответственно, когда эта команда закончится, она выдаст exit код или ошибку, некий ненулевой exit код или нулевой. И соответственно, так как мы следим только за одним, за этим контейнером, у нас сяи пометится exit кодом этого контейнера. То есть фактически у нас сяи пометится exit кодом всех тестов. Вот так просто и незамысловато нам позволяет сделать докер-компост. Ну и quietful, я думаю, понятно, чтобы просто логи сяи не засирать этими бесконечными докер-строчками. Когда у нас имиджа не хватает, мы хотим просто типа спуль и запускайся. Так, сейчас я посмотрю, что у по поводу того, как объявлен имидж. Тут куча переменных окружения. Это все gitlab-овские стройные переменные. Когда мы к сяю перейдем, станет понятно для чего и почему. Пока что это просто некий способ сделать все докер-компост файлы универсальными. Дальше. Вот важная штука, которая тут есть. Директива depends on. Она нам позволяет сказать, что контейнер app нужно запустить только после достижения состояния контейнера db сервис healthy. А если посмотреть в контейнер db вот сюда. У него объявлен health check, который будет выполняться и который, соответственно, после запуска контейнера будет просто выполняться. Потом он расскажет, что он healthy. Ну и соответственно, когда сервис talent healthy, оба db и radius, у нас запустится апп. Это такой просто способ не писать. Раньше в основном делали это все дело bash скриптом в приложении перед его запуском, который у нас ходил в адрес и порт базы данных и тыкал до тех пор, пока база данных не поднималась. Ну и как бы не запускал приложение, чтобы не накатить миграции в пустоту. Что еще тут есть из интересного? Logging driver, наверное, только из интересного тут остался. Мы говорим для всего, кроме app, logging driver none. Еще раз говорю, это используется только в CI в моменте тестирования. Соответственно, нам логи базы данных, логи редиса, нам вообще нафиг не нужны. Нам нужны только вывод приложения, вывод тестов. Просто, чтобы опять же не затирать CI. Посмотреть, будем смотреть на него на практике и в том числе на то, что он делает. Вот. Вот это, по-моему, уже, да. Это последнее ура, мы добрались до конца. Docker для Kubernetes. Здесь такая сборная солянка на этом слайдике по поводу того, как вообще, ну просто, чтобы было немного понятия. То есть у нас сейчас еще, по идее, ни у кого нет понятия о Kubernetes, но мы уже сформируем некое понятие о том, как Kubernetes на Docker мапятся. Потому что, а Docker это у нас понятие у всех есть. Значит, для того, чтобы Docker мог работать, точнее, Kubernetes мог успешно работать с Docker. Что нам нужно делать? Нам нужно в Docker выключать его управление Iptables. Потому что всеми Iptables во всем кластере у нас будут руководить или Kubernetes, или некое сетевое решение, которое у нас будет использовать Kubernetes. Дальше. LogDriver. По умолчанию в Docker, как я уже сказал, используется JSON-файл. То есть все, что попадает в stdout, stdr в контейнере, Docker-demon будет складывать на хост в JSON-файлике. В принципе, отличное, хорошее решение. Более того, это решение позволяет нам использовать команду Docker-logs, то есть получать логи. И kub-control-logs, аналог Docker-logs, только для всего кластера глобально. Ну и, соответственно, из лог-драйверов, которые это позволяют делать, есть еще один journal-d. То есть Docker-demon будет складывать все логи в journal-d. Ну и дальше там уже разные вариации того, как можно этим пользоваться. В принципе, у меня лично был опыт использования докера с докеров с лог-форматом в journal-d, выводом с лог-драйвером. И это было довольно неплохое решение. Потом, соответственно, из journal-d, journal-bit, такая штука, собирал логи просто все одновременно и выводил их в Elasticsearch. Ну, на самом деле, в Kafka. Там дальше все это попадало в Elasticsearch. Просто было такое решение до того, как мы начали пользоваться Fluentd, для того, чтобы не ставить миллион всяких битов Elasticsearch и мочь получать все логи системы, которые у нас там есть, в том числе и контейнеров, просто из journal-d одним journal-bit бинарником. Потом, значит, это будем смотреть уже на практике, как это выглядит. Пока что просто нам важно знать, что в докере для кубернетиса мы чаще всего тюним сетевые опции. Это Сергей расскажет про то, что такое CNI и так далее. Ну, так, коротенечко. И DNS мы там тюним и говорим, что у нас в кубернетисе вообще-то есть отдельные DNS серверы, его собственные. То есть мы докеру говорим, что нам надо использовать DNS сервера кубовские. Дальше. Вот это уже такие важные вещи, именно где кубернетис маппится на докер, для того, чтобы было понятие. Мы будем говорить про лимиты реквестов кубернетиси для приложения, для контейнера. Но пока, ну, по логике, да, это некие ресурсы, которые мы выдаем в кластер нашему приложению. В докер, в терминологии докера, да и вообще при запуске контейнера, они маппятся вот в эти вот три ключа. Ну, то есть memory, это лимиты по памяти для приложения, CPU, это новое написание в докере, это лимиты по процессору. Ну, раньше это было два ключа, вот это CPU период, CPU квота. Собственно, разницы никакой, два ключа или один просто общий. Дальше мы в кубернетисе также можем все еще, как и в докере, монтировать внутрь контейнера некоторые волюмы. Единственное, что в случае кубернетиса мы это можем делать гораздо круче и использовать всякие сетевые шары, которые у нас кубернетис будут для нас менеджать, заниматься, точнее, монтированием. Но волюмы все точно так же в докере. Это выглядит как хост пасс в контейнер пасс. Причем более того, когда мы из кубернетиса маунтим что-то из неких абстрактных хранилищ, там неважно, мы конфигим внутрь контейнера, хотим замаунтить, которые у нас там хранятся где-то в мозгах кубернетиса. Или cfvolume. На самом деле кубернетис их сначала маунтят на хост, а потом в докер контейнере используют вот то же самое. То есть минус в, хост пасс, контейнер пасс. Ничего не меняется никогда. Дальше. Точно так же, как и в докере, ну точнее, не точно так же, как и в докере. Это докеры есть. Кубернетис нам позволяет указывать environment переменные какие-то для запуска приложения. Выглядит это все точно так же для докера. То есть минус е ключик, что значит environment. Var равняется value. В кубернетис это описывается в ямле. Мапится это вот в такую. Это так просто для того, чтобы понимать, когда мы будем говорить об этом во всем в кубернетис, что в докере это все то же самое. И более того, кубернетис, именно запуская контейнер, это мапит вот в эти ключи конкретно. Вот. И все, наверное, все, что у меня есть. Мы часа все еще не разговариваем. Час мы не поговорили. Давай. Давайте мы тогда не будем прерываться. Мы сейчас закончим вторую тему Сергея и потом.